Данная информация не являлась достоверной, так как на территории московского района города Бреста преступлений против половой неприкосновенности нераскрытых не было. Но, тем не менее, велись поиски и в ходе оперативно-рассыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, как было сказано ранее, был по приметам установлен и задержан данный гражданин, который совершил злостное хулиганство. Молодой человек задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, где уже дал признательные показания. Действия его квалифицируются как хулиганство. Какой будет окончательный вердикт, станет известно после проведения следственных мероприятий и оглашения решения суда. Оперативно проделанная правоохранителями работа дала положительный результат. Так бывает, когда преступления раскрываются по горячим следам. С кражами на дачных участках сложнее. Дачный сезон подходит к своему завершению. И, как правило, дачники возвращаются по своему непосредственному месту жительства. Что происходит, скажем так, в осенне-зимний сезон, когда хозяева отсутствуют на даче? Как правило, активизируется воровская деятельность. Причем воруют все. Начиная от бытовых приборов, предметов одежды, продуктов питания, в том числе и крадут те заготовки, которые люди себе приготовляют на зимний период времени. Ну и, естественно, большой популярностью пользуется алкогольная продукция. Естественно, если вы приезжаете в свой дачный домик и видите, что либо отсутствует замок, либо разбитое стекло, либо какие-то другие повреждения, необходимо в первую очередь сразу набрать телефон 102 и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Желательно самому не входить в это помещение и дождаться, когда приедут сотрудники милиции. Садовое товарищество «Дружба» находится в черте города. Несмотря на это, постоянно проживает здесь только пятая часть от общего количества жильцов. Людей немного, но у них есть свои порядки и правила, которые позволяют сохранить имущество в целостности. У нас есть въездные ворота, въездная проходная калитка. В ночное время ворота закрываются. Тот, кто последний приезжает на автотранспорте, либо я закрываю. Я проживаю на дачах и закрываю. Да, территории садовых товарищей, как правило, имеют уграждение и один заезд. По необходимости коллективным решениям люди могут договариваться об установке поста охраны и системы видеонаблюдения. Это, конечно, в идеале. Но к такому формату обслуживания обращаются не все. По разным причинам. Однако это не повод, чтобы покидать снятыми ворота, открытыми калитки, оставленными без присмотра строительные материалы. Все это делает ситуацию с кражей имущества еще более реальной. С начала года на территории области у нас произведено 71 преступление в виде краж из садоводческих товариществ. То необходимо отметить, что на территории Ленинского района таких краж не было. А почему? Потому что, в принципе, мы с вами прогулялись сегодня по одному из товариществ Ленинского района и обратили внимание, как председатель и в том числе его жильцы относятся к сохранности своего имущества. Закрывайте ворота, еще раз говорю, не оставляйте без присмотра ценные вещи, в том числе и автомобили. Поэтому, если вы будете сами относиться очень серьезно к сохранности своего имущества, то, поверьте мне, никакой вор на него не позавится. Золотое правило гласит, зачем оставлять ворушан что-нибудь украсть, когда неприятную ситуацию можно предотвратить. Выбор за каждым из нас.